Многие, наверное, слышали советы о повышении градусности напитков в процессе праздничных застолий, якобы это может оказать влияние на интенсивность похмелья на следующий день. И хотя самое лучшее лекарство от похмелья вчера не пить, в статье этого года описано рандомизированное контролируемое перекрестное испытание пива и вина, а именно, влияние очередности потребления этих напитков на интенсивность похмелья. Чтобы проверить высказывание, вино на пиво дива, пиво на вино не то. Кому-то возможно будет интересно, хоть и в опросе во вкладке сообщества канала участие приняло совсем небольшое количество зрителей, а я все же попробую кратко изложить детали. А впереди еще много интересного по темам канала и ДНК крестоносцев и Денисовцы, возможно еще и Кельты, диапазон интересов широкий. Но вернемся к исследованию, местами очень даже веселому, так как не обошлось и без курьезов. Сразу поясню, что рандомизированные контролируемые испытания являются основой доказательной медицины, в них участники случайным образом разделены на равноценные группы, в одних проводятся исследуемые вмешательства, а другие контрольные для сравнения. В описываемом исследовании принимали участие три группы из Германии с аналогичным возрастом от 19 до 40 лет в каждой, полом, весом, ростом, индексом массы тела, зарегистрированным уровнем потребления алкоголя и частотой похмелья. Участники были случайным образом распределены на две исследовательские и контрольную группу с использованием сбалансированного соотношения. При этом отмечая, что реакция женщин и мужчин на употребление алкоголя различна, но цель не в этом. Самое интересное, что изначально предполагалась еще одна контрольная группа, которая получала бы безалкогольное пиво и вино, но создать такую группу не получилось, из-за неудовлетворенности и зависти к алкогольным группам, участников которых они считали счастливчиками. Исследователи даже отметили скрытые попытки перебежать в группы, потребляющие алкоголь во время эксперимента, а также скрытое его употребление по-тихому. Но в целом, отбор участников проводили очень тщательно, с учетом положительной истории потребления пива и вина, хорошей физической подготовки и наличия подходящих по параметрам партнеров в других группах. Из добровольцев, которых было почти в три раза больше чем надо, исключались лица с алкогольным воздержанием или непереносимостью. Уроженцы Восточной Азии из-за распространенных вариантов генов, кодирующих алкоголь-дегидрогеназу и ацетальдегид-дегидрогеназу, а также с аномальными тестами функций печени и по многим другим признакам. Только 90 из 105 участников дошли до конца исследования. Удивительно и то, что исследование было одобрено Комитетом по этике Университета Витте на Хердике и проведено в соответствии с Хельсинской декларацией об этических принципах медицинских исследований с участием людей. Дизайн исследования. Далее буду переводить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе из процентов промилле, которую не стоит путать с содержанием алкоголя в крови. Первая исследовательская группа употребляла пиво до концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,5 промилле, а затем вино до 1,1 промилле. Во второй исследовательской группе пили сначала вино, а затем пиво. Испытуемые контрольные группы употребляли либо только пиво, либо только вино, после чего всем участникам было предложено воздержаться от употребления алкоголя в течение одной недели, перед следующим сеансом. А не менее, чем через неделю, после обследования, первая и вторая группа менялись с очередностью питья. А в контрольной группе те, кто пил вино в первом испытании, через неделю пили только пиво. Анализы были взяты как до, так и после употребления алкоголя, а также на следующий день, когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе вернулся к нулю. Условия сна были одинаковыми для всех участников и все добровольцы находились под наблюдением врача в течение всего времени. Наблюдение в процессе испытаний Переход от вина к пиву происходил раньше, чем при противоположном режиме. Испытуемые контрольные группы, которые пили только вино, достигали максимального значения алкоголя в выдыхаемом воздухе, значительно раньше, чем другие, и оно было одинаковым во всех группах. Интересно, что в течение обоих дней вмешательства женщины сообщали о повышенном уровне похмелья по сравнению с мужчинами, но не достигая статистической значимости. В процессе исследования тошнота с результатом встречалась чаще в контрольной группе 6 раз после вина и 5 после пива, а в процессе питья у женщин встречалась тошнота чаще, чем у мужчин, в первый день в пропорции 5 к 4 и через неделю уже 8 к 4. Оценки факторов, связанных с интенсивностью похмелья Определение интенсивности похмелья проводилось по шкале острого похмелья с восьмибальной комплексной оценкой, включая жажду, усталость, головную боль, головокружение, тошноту, боль в животе, тахикардию и потерю аппетита. Каждый элемент оценивался испытуемыми между нулем и семью на следующий день после застолья, когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе возвращался к нулю. Оценка 56 соответствовала наибольшей интенсивности похмелья, а ноль – полному отсутствию его симптомов. Результаты Выводы исследователей опровергают вековые мифы о похмелье после алкогольного опьянения от умеренной до тяжелой степени. Ни тип, ни порядок употребления алкогольных напитков существенно не влияли на интенсивность похмелья у участников исследования. Немецкая поговорка «Вино на пиво – диво, пиво на вино не то» и традиционные мифы по типу пиво перед вином и вы будете чувствовать себя прекрасно, вино перед пивом и вы будете чувствовать себя ужасно, не подтвердились. На тяжесть похмелья влияет только количество алкоголя. И никакие закуски и хитрости значительно не повлияют, включая масла, сырые яйца и обильную жирную пищу. Такими способами изменить можно лишь скорость наступления опьянения.